Какой план на сегодня по таблеткам у нас? Вы не поверите, я забрал три последние пачки кривета. Денис только про жратву, про жратву, про жратву, говорит. Ребят, ну это реально самое главное сейчас. Вот здесь, посмотрите, какие шикарные виды открываются. Ну, взял пару значков. Один большой и один маленький. И как замечательно, что организаторы позаботились о прямой трансляции. Ну что, второй ролик из четырех о моем выступлении на серии профессиональных американских турниров. Недавно вышел ролик о моем выступлении на Japan Pro. Спасибо вам всем огромное за столь теплые и положительные комментарии. Мы для вас старались, снимали очень красивый и качественный ролик. Спасибо моему оператору Жене. Он снял его и смонтировал за три дня, поэтому он уже доступен на моем канале. Этот ролик вы видите, естественно, уже после того, как я выступил. Конечно, я не знаю результат, но я надеюсь на успешное выступление. Поэтому сегодняшнее видео будет посвящено моему выступлению на турнире серии Wink of Strange, который проходит в Бухаресте, в Румынии. Поехали, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok в Румынии. Мы решили в аэропорту не снимать вылета в Москве, потому что, как писали в комментариях, слишком сильный голос у диктора в аэропорту, поэтому он перебивает всю мою речь. Поэтому мы уже прилетели в Бухарест, в Румынию, заселились в отель и здесь уже начинаем снимать ролик. Итак, сегодня пятница, сегодня день регистрации для любителей и для профессионалов. Ну, немножко об этом вообще турнире. Это достаточно крупный турнир и, если честно, я даже был удивлен по количеству участников. Здесь только одних профессионалов выступает 178 человек. Здесь представлены абсолютно все категории, которые существуют в профессиональном бодибилдинге, даже включая женский бодибилдинг, которого нет на Олимпе. Поэтому здесь такое большое количество атлетов и, что удивительно, из одной России выступает целых пять человек. Я выступаю в Мэнс Физик, Дима Воротенцев выступает в классическом бодибилдинге. Это его продебют. Я желаю Диме огромного успеха и хочу, чтобы он получил квалификацию на Олимпе. Очень верю я в этого парня. А также еще три девочки выступают. Это фитнес, это женский физик и женский бодибилдинг. Но помимо профессионалов, которые будут выступать в воскресенье, то есть через один день, завтра выступают большое количество любителей и много любителей из России. Наша самая большая девчонка Наташа Трухина. Кто хочет выступать именно в НПС, а не в АВВБ, с целью получения прокарты, тоже здесь будут завтра выступать. Поэтому очень насыщенный турнир. Я думаю, что любителей больше полтысячи будет. Поэтому работы с судим будет более чем достаточно. Но расписание у нас стандартное. Сегодня регистрация с 4 до 5. Завтра выходной день. Я надеюсь, мы немножко погуляем по Бухаресту. Все-таки это Румыния, это родина графа Дракулы. Хотелось бы чем-нибудь таким бы насладиться аутентичным, связанным с Дракулой. Хотя, если честно, я погуглил. Ничего особого здесь нет. Кастальвания, замок как я в Денде или в Севу играл в компьютерные игры. Где-то там бегаешь по этой Кастальвании по замку Дракулы с ним сражаешься. В общем, здесь такого нет. Но что-нибудь поищем. Какие-нибудь достопримечательности завтра. Но сильно гулять много не будем. Потому что все-таки устать можно. Вот. И воскресенье соревнований они уже начинаются в 9. Блин, макиво утра уже. На прошлом турнире мне судья сказал, что я был слишком светлый. Хотя, два слоя грима я нанес. Поэтому в этот раз я принял решение все-таки наносить в два дня грим. Завтра я записался на вечер. Прямо на 9.30 вечера. Самое позднее. Взял специально с собой одежду. Запасные штаны и майку с зеленым рукавом. Чтобы не испачкать здесь ничего. Вот. И второй слой буду уже наносить в воскресенье перед выходом на старт с утра. Со мной самое главное самое главное спасибо господи. Приехал тренер мой тренер Денис Капустина это президент федерации бодибилдинга Алтайского края. Он просто в другом номере сейчас он придет оценит мою форму и скажет что мне нужно делать как подводиться. Что касаемо питания сегодня у меня 200-300 грамм углеводов я могу съесть. То есть чуть-чуть и начинаю загрузиться поэтому я буду сейчас варить рис. А завтра а вот тут уже вопрос мы с ним обсудим но скорее всего я предполагаю будет грузиться прям по полной. Но не буду пока ничего загадывать. В общем сейчас пока отдыхаем 3 часика и 4-м идем на регистрацию. Вот такое вот вам видение. Смотрите дальше думаю будет интересно. Что друзья в прошлом видео в Японии мне не удалось записить эту штуку мультиповара чтобы сварить себе рис. Но как я выяснил потому что разное напряжение было. Мы в Европе я надеюсь Румыния относится к Европе. Хотя бы территориально. поэтому я сейчас запустил попробуем я привез с огурец. Как я уже говорил нельзя полагаться на волю случая и думать что сейчас тебе в отеле в ресторанах сварят рис там или сделают что-то правильно. Сегодня мне уже можно есть углеводы немного там 200-300 грамм но завтра можно будет их есть много тем более мне надо что-то есть в воскресенье перед стартом вот поэтому сейчас попробуем сварить рис хотя бы пару пачек главное чтобы она заработала иначе я ее нахрен жду ждем пока разогреться потом закинуть туда рис тренер пришел теперь я абсолютно спокоен не парю говячку и слушаю только одного человека привет дорогой друзья кто не знает хочу представить вам своего тренера который ему уже сколько полтора года со мной работает мы с ним познакомились к сожалению не в российской земле надо было бы пораньше с тобой познакомиться чтобы ты мне помогал мы с ним познакомились в Южной Корее в Сеуле и как мне тогда показалось Денис очень очень хорошо разбирается в том деле которым он занимается и он мне помог подготовиться тогда на турнир который проходил в Москве Power Pro Show я считаю что именно на этом турнире у меня была одна из лучших форм вообще за всю жизнь поэтому я с Денисом продолжаю уже работать уже третий сезон и сегодня первый старт когда он уже приехал непосредственно со мной для того чтобы проконтролировать чтобы я ничего не накосячил друзья я умею косячить получше вашего что Денис давай вкратце скажи как мы поступим какой у нас план действия так сегодня пятница у нас воскресенье старт соответственно приблизительный план действий который сейчас мы будем исходить из сегодняшней формы завтра она изменится потому что у тебя был перелет вот сегодня мы все делаем так как планировали накануне сегодня начался слив сегодня мы оставим как все было в плане сегодня мы оценим форму и будем планировать что мы будем делать ближайшие два дня слушай ну раз скажем так я всегда рассказываю своим зрителям что конкретно мы делаем не общими фразами а предметно то есть ребята которые собираются готовиться они не то что могут копировать жестко схему но хотя бы иметь какое-то представление какой план на сегодня по таблеткам у нас у нас сегодня триампур и тарасимит триампур три раза по пол таблетки и одна таблетка тарасимита да хорошо вот и так как этот слив у нас уже второй первый был послабее в принципе ну можно было видеть и может быть по форме то сегодня мы немножко изменили схему и так по рекомендации Дениса потому что он видел мою форму на прошедшем турнире Японии я был достаточно маленький ненаполненный вот для того чтобы это не прорисовалось сейчас Денис порекомендовал мне использовать такой препарат как гормон роста то есть включить его обратно потому что я его выключил за две недели до первого турнира и видите наполненности мне не хватило поэтому я по пять единиц в день две единицы утром и три единицы вечером сейчас его включаю и буду его использовать до самого турнира потому что как считает Денис и в принципе ну мы это увидим по форме что именно задержка воды которая позволяет сделать гормон роста плюс диуретики позволит вывести воду из-под кожи и загнать ее непосредственно в мышцы при условии правильной загрузки и манипуляции наверное с солью сохранить оставить это улучшит конечно состояние форму при том что будет минимум жир но у тебя жира уже немного поэтому осталось совсем чуть-чуть и здесь как раз играют очень большую роль вот эти вот манипуляции и так на сегодня понятно по БЖУ у нас сегодня что расскажи по БЖУ у нас по белку как обычно мы добавили первый день 200 грамм углеводов и в принципе из разговора с тобой когда мы только встретились я понял что мы сделали это правильно потому что ты говорил о плохом самочувствии накануне вчера вечером значит значит у нас гликогена было уже минимум то есть то что ты напомнил после Японии оно уже все ушло и мы можем спокойно смотреть форму смотреть форму очень важно она будет абсолютно разная сегодня до самого вечера и завтра утром потому что у нас продолжается слив ты отлежишься отоспишься отдохнешь восстановишься после перелета и посмотрев тебя сегодня завтра мы уже спланируем я думаю завтра это будет в любом случае загрузка и скорее всего судя по твоей форме загрузка ну такая может быть не супер большая но средняя не минимальная потому что ты действительно сейчас такой маленький да маленький пустой хорошо друзья ну вот вкратце такая водная информация от чего мы будем отталкиваться то есть в любом случае каждый день каждый наверное даже не то что день а каждые там 3-4 часа мы будем смотреть на форму на наполненность на залитость на мою и соответственно проводить нужные нам манипуляции ну окей на сегодня план понятен 200-250 грамм углеводов ну я там еще рисок подвариваю себе вот а завтра найдем какой-нибудь вкусный ресторан и думаю там уже начнем грузиться окей все друзья сейчас тогда отдых отдыхаем наполняемся гликогеном и на регистрацию в 4 часа ура рис пропищал значит он сварился да есть точно значит мне будет кушать что сегодня завтра и послезавтра все нормально короче все работает эта штука оказывается просто из-за разницы напряжения не работала в японии ну что котятки распорт такой белок которое я с собой взял из дома я уже весь его съел сейчас только середина дня поэтому еще 2-3 как минимум приемной пищи мне надо с собой сделать кстати кто это смотрит видео наверное думает Денис только про животву про животву про животву говорит ребят ну это реально самое главное сейчас потому что тренироваться мне уже не надо а моя форма 100% зависит от того что я засуну себе в рот какую еду я себе положу так я и буду выглядеть поэтому я заморачиваюсь этим но на самом деле я делюсь просто с вами информацией особенно нам будет важно для тех кто сам выступает на соревнованиях и чтобы вы понимали какие процедуры нужно делать и так через час регистрация я думал что сходить в магазин после регистрации но тут я вспомнил что это огромные турниры здесь более тысячи качков просто сейчас находится плюс там их группы поддержки родственники друзья сочувствующие и так далее поэтому я понимаю что просто сейчас ближайшие магазины просто вынесут из них все включая соль спички и воду в 20 литровых бутылках поэтому пока в магазинах осталось сколько-то еды нужно успеть и купить чтобы самому было что есть сегодня завтра может быть даже послезавтра поэтому пойдемте пройдемся до магазина он тут минут в 10-15 пешочком ну и заодно посмотрим что там продается и по каким ценам давайте прогуляемся подающим воздухом ура нашли магазин даже супермаркет какой-то мега имидж называется ну пойдемте посмотрим что здесь есть ну что вот затарились в магазинах как всегда снимать особо не дают нервничать начинают так мы сейчас дадим за отель я вам покажу что я набрал если кому-то интересно ну самое главное вода конечно чистая безусловно надо пить пить много сегодня и завтра я гружусь ну не то что гружусь но я воду пью я не выключаю не пью я только в последний день так здесь есть пару бутылок ока-колы я себе новое увлечение нашел я сейчас занимаюсь коллекционированием увлекаюсь очень сильно банистикой если не знаете что это такое погуглите у меня очень большая коллекция решил собирать при бутылке кока-колы с разных стран мне кажется это прикольная такая тема потому что они везде разные здесь даже написано Румыния то есть где-нибудь через 10 лет раз достать бутылочку кока-колы из Румынии я это не с целью пить взял а с целью отвезти домой и поставить свою коллекцию я сразу отложу варенье варенье ну варенье это на загрузку завтра если разрешить тренер я просто взял много всего я не знаю понадобится оно или нет но лучше оно мне не понадобится чем оно понадобится или этого у меня не будет поэтому варенье черничное мое любимое соевый соус для креветок которые я взял ну и здесь это по-моему молотый чеснок это тоже креветкам чтобы вкус вкусные сделать это макароны две пачки так как грузиться можно соответственно макароны нормальный вариант грузиться с крахмалистой природой прежде чем идти в магазин я сказал нужно наверное сейчас идти в магазин значит нам все разберут вы не поверите я забрал три последние пачки креветок больше никакого вида белка вообще нет там нет ни говядины ни курицы ни рыбы ни мяса осталось три пачки креветок которые я забрал все сейчас кто-то туда пойдет с целью взять немножко белка там зеро просто поэтому я вовремя сообразил овощи клетчатка традиционно огурцы вот и вот соус баланьеза к макаронам чтобы они легко завтра зашли ну и немножко на загрузку так это будет воскресенье у меня это соленые крекеры мне нужно грузиться солью и в принципе крекеры очень легко заходят соленые ну и немножко сладостей ну это опять же если пример я думаю мне все-таки разрешит здесь всякая нуга печеньки традиционные сникерсы и всеми нами любимый шоколад риттершпорт вот в принципе мой набор на ближайшие два дня но в любом случае завтра мы еще пойдем гулять и обязательно сходим в какой-то ресторан я думал на фудкорт ну вечерком может быть даже в макдональд или днем для того чтобы прям конкретно подзагрузить свои мышцы гликогеном ну вот как-то так друзья макдональд макдональд Продолжение следует... 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 Сейчас почищу и вот смотрю макароны. Жена, я научился этой хренью пользоваться, я смотрел сам себе макароны. Хотя на самом деле последние два месяца, точнее всю эту подготовку из-за рождения ребенка, мне жена может быть сделала три или четыре раза еду, все остальное время сам себе готовил. Поэтому я умею готовить. Но впервые я пользовался вот это именно мультиповаром, потому что обычно, конечно, я на печи готовлю дома. Итак, блюдо, которое я с собой возьму, будет называться макароны с соусом болоньезе и с креветками. Получается такая среднеземноморская паста. Кстати, соус достаточно вкусный, мне прям понравился. Но тренер мне разрешил зайти в Макдональдс, поэтому я обязательно зайду в Макдональдс, возьму один бамбургер. Один супер бамбургер, который съем там, и, наверное, один возьму с собой на вечер, если он мне разрешит съесть вечером, я, значит, еще и восемь вечером, если не разрешит, то могла у вас полететь в мусорку. Главный вопрос с едой у меня на сегодня закрыт. Итак, ребятки, полчаса езды на Убери и осмотр города изнутри. Мне все время хотелось спросить, и что? Эта страна отходит в Евросоюз, они могут ездить без виз? Такое ощущение, что я попал просто... Ладно, не буду говорить, куда, чтобы никого не обидеть. Ну, в общем, ладно, мы добрались до самого исторического центра Мухареста. Это место называется Куртя веке. Это такой ансамбль зданий небольшой. Княжи Дворд, по-другому, переводится с национального языка. Здесь жили местные правители. Построен был примерно там в 14 веке, как некое укрепление. Вот, сейчас это, безусловно, уже с конца, очень с середины прошлого века, это уже просто туристическая достопримечательность, куда пускают туристов, для того, чтобы посмотреть исторический уклад и быт жителей Румынии разных веков. Ну, и мы тоже, наверное, пройдемся и посмотрим, что же интересного или как жили правители Румынии много столетий назад. Друзья, просто гуляю по центру города, да, не есть с чем сравнить, да даже просто если с Москвой сравнить, у нас все вылизано, вычесано, недвижимость стоит каких-то безумных денег. А здесь, посмотрите, какие шикарные виды открываются на здании. Видать, оно здесь никому не нужно, особенно. Посещая разные города, нельзя забывать о том, что нужно привезти всякие сувенирчики, как всегда, магнитики. Но я всегда покупаю с изображением флага страны. Ну, и кто знает, я коллекционирую, помимо Бон, еще коллекционирую значки в тех странах, в которых я бываю. У меня есть такая бейсболка, на которой просто она уже вся в значках разных. Ну, я взял пару значков, один большой и один маленький. Ну, посмотрим, какой влезет, потому что там уже просто цеплять их некуда. КОНЕЦ Ну, что, ребятки, вот мы добрались и до Макдонельса, о чем я уже мечтаю несколько месяцев. Правда, взял не тот бургер, который я хотел, но ладно. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, здесь очень мало топингов, наполнителей, что, в принципе, плюс, потому что они очень калорийные. Но хочу попробовать булка из хлеба здесь или из пластика. Ну, если по вкусу ничем. У меня сейчас все вкусно, но суховато, но вкус есть. И хлеб вроде настоящий. Так, друзья, тренер уже четвертый раз за день ко мне заходит в номер. Тренер ко мне заходит в номер. И неспроста он контролирует мою форму, потому что все должно быть по часам, так как вы уже все слышали, таблетки, вода, углеводы, белки и так далее. Надо контролировать, как это на мне работает. Потому что на всех это работает по-разному. Сейчас вечерний последний замер, чтобы понять, что вечером нам следует сделать. И я, кстати, пойду потом на грим, но, может быть, еще в гриме тоже попозирую, потому что по-другому тогда буду выглядеть. Я, кстати, понимаю теперь, зачем на всех турнирах выдают майки черного цвета. Потому что сейчас я намажусь гримом, и мне нужно будет потом как-то в этом спать, и свою одежду пачкать не хочется хорошую. Поэтому одену эту майку и пухнет, что с ней будет. Хорошо наполнено. Мне кажется, это максимум, потому что тебя уже начало подливать. Я вижу. И поэтому для вечера это отлично. Ну вот это можно спокойно доесть, съесть белок. Больше сегодня ничего уже не надо. Вот. Воды пей, как пьешь. Ну и все. Я очень доволен формой накануне. Потому что тебя за ночь за это еще сильнее сольют, потому что диуретики уже, они как бы, с каждым днем действуют все сильнее, и с каждым утром ты будешь просыпаться. Хорошо. То есть одна таблетка триампура вечером, и одна таблетка 25 мг верошпирона. Да. Одну целую. 5 мг вечером на ночь выпиваешь. Верошпирон, триампура и верошпирона. Да. Окей. В сравнении с тем, что ты приехал с водой, и пустой, но это потому что ты диуретики вот на это время менял. То сейчас ты уже, ну, максимально следы, как накануне. Ну, я хотя бы чувствую, знаешь, мышцы наливаются, что хотя бы я себе приятный. Да. Завтра ситуация может быть разная. Может ты проснешься прям такой хороший, кругленький. А может ты проснешься совсем пустой. Исходя из этого, когда ты проснешься, мы будем решать, что, чем ты завтракаешь. Да. Что-то будет прям много сладкого. Может, это будет совсем чуть-чуть. Может быть, это будет что-то... У меня такое возможно, потому что я долго сидел на диете, я могу там загрузиться, с утра опять весь пустой. Запросто. Может, потому что ты сегодня чуть больше поел, поел такой фастфудовской еды, что у тебя может разогнаться метаболизм настолько, что ты завтра как-то всё переждёшь и встанешь совсем плоский. И завтра тогда уже будем смотреть по толщине прослойки и по наполненности, что мы съедим до первого выступления. Ну вот. Хорошо. По сути, мы сделали всё. Одна голова хорошо, а голова тренера ещё лучше. Потому что я просто, честно, сам бы не знал, что мне надо делать. Вот бы хернёй какой-нибудь бы занимался. Ну а так инструкции получены, всё чётко прописано, поэтому буду делать всё чётко, что у меня сказано. Ну и завтра, соответственно, с утра оценим форму и уже будем знать, завтракать, не завтракать, пить, не пить воду, что нам делать и так далее. Ну и уже, что мне нравится, с утра будут соревнования, ну, относительно с утра днём, потому что у меня всегда днём хорошая форма, а вечером начинают подливать. Поэтому я готов даже целый день ничего не есть с утра, лишь бы выйти на сцену в нужной форме, в нужной кондиции с пустым желудком, чтобы показать хороший уголки пресса. Так что так. Ну мы пока ещё отдохнём и через два часа пойдём на грим наносить первую структуру. Субтитры сделал DimaTorzok и через два часа пойдём на грим. Ну что, здесь совсем другой грим. Поначалу, когда мажут из зелёного цвета, он участок начинает проявляться. Видите, более коричневый в сцене на улице. Ну, посмотрим, что завтра в итоге на сцене получится, потому что завтра ещё один слой наносим. Доброе утро, ребятки. Всё, сегодня воскресенье. Деникс сегодня мы выступаем. Сегодня с утра нанесу грим. Его делаем в отеле, а сами соревнования проходят в другом месте. Поэтому они предупредили, что в 8 утра последний момент, когда вы можете нанести грим. Потом мы пришли пораньше, чтобы не толпиться здесь, когда все придут. Сейчас 6 утра, и один-два человека зато очереди. Поэтому я думаю, что скоро грим нанесут. В принципе, не грим. Достаточно тёмный стал, но думаю, надо ещё встать потемнее. Настроение хорошее, самочувствие хорошее. Вроде всё по плану. Сейчас нанесём грим, и в 7 утра открывается завтрак. Тренерам не говорит, что надо пожрать сладкого на завтрак сегодня. Сделали три. Всё, следите дальше за мной. Субтитры сделал DimaTorzok Ребятки, кто выступал на соревнованиях, знают, что очень часто бывают проблемы с таймингом. То есть, например, начало в 9, твоя категория выходит какой-нибудь 7, а во сколько это? В 11, в час, в 2 или в 3, вообще абсолютно неизвестно. И с этим проблема то, что ты приходишь на место, там кучу народу, не сесть, не лечь. Иногда бывает душно, если это лето. Ты начинаешь потеть. В общем, ну, ужасные условия. Тут это не вина может быть организаторов, просто все атлеты приходят в одно и то же время. И с этим возникает много всяких проблем. И как замечательно, что организаторы позаботились о прямой трансляции этого мероприятия. То есть, я сейчас лежу в номере отеля спокойно. Мероприятие в 500-600 метрах отсюда проходит. И смотрю прямую трансляцию. Я знаю по расписанию, когда моя категория выходит. Просто тупо лежу в номере, спокойно отдыхаю и жду сигнала для себя. Я знаю после какой категории выйти на улицу и дойти до экспо. То есть, мне не нужно сейчас там между этих 170 атлетов находиться, искать место, где-то присесть, прибомжевать и так далее. Спокойно лежу, смотрю, наслаждаюсь видео, как другие атлеты выступают. И когда пойму, что мне надо выходить, просто возьму сумку и пойду на экспорт. И через там полчаса мне уже надо будет на сцену. Поэтому еще раз спасибо организаторам. И ребята, кто занимается организацией турниров, было бы неплохо, если бы все время это делали. Ну, я знаю, Get Big постоянно организовывает. Поэтому обязательно их приглашайте, чтобы другим атлетам было легче понимать, когда им идти на место проведения мероприятия. Кстати, друзья, на этом турнире, как я говорил, выступает не 5, а 6 человек. Потому что вчера наша амазонка Наташа Турхина выиграла в любителях. Ей дали про-карту. Сегодня у нее, соответственно, есть возможность выступать среди профессионалов. Итак, я выступаю в Монсфизик. Гима Воротенца выступает в Классик Физик. Еще много ребят из Украины. Я им желаю успеха. Кирилл в хорошей форме очень приехал. Я надеюсь, он покажет достойный результат. Вот мы уже на месте. Румыния Экспо. Дадим меня сцена. Классики уже выступают через три категории. Идем мы. Монсфизик. Что настроение? Прекрасно. Самочисление отличное. Посетив. Бодрый настрой. Я доволен формой. Сегодня я покажу видео на сцене. Надеюсь, люди широко откроют свои глаза и все увидят то, что должны увидеть. Все, ребята, держим пальцы и вперед к победе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Фактинга. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...